На Харцизском литейном заводе Армлит Донбасс сегодня ускоренными темпами готовится к запуску производства, намеченного на конец мая. Со сбытом проблем не будет, уверяет глава Харцизской городминистрации, которые лично контролируют ход подготовительных работ. Три недели назад мы получили поручение от главы республики на запуск завода Армлит. Прошедший период показал, что работа по запуску ведется, те задачи, которые мы ставили перед руководителем завода, в принципе выполняются какие-то моменты, мы стараемся помочь. Очень важна именно продукция этого завода, она конкретно используется на высоковольтных опорах на железной дороге. То есть это основной заказ, также шахтное оборудование, сейчас у нас запускаются шахты, комплектующие для шахтового оборудования, также здесь у нас на заводе будут выпускаться. В минувший вторник Василий Ткачук провел рабочую встречу с руководством предприятия. Директор завода Константин Юдин пояснил, что сейчас администрация предприятия пытается наладить связи с потенциальными потребителями продукции. Положительная динамика в этом вопросе есть. На завод уже поступили заказы от предприятий ДНР и Украины. Основная же часть выпускаемой продукции будет реализована в России. Переговоры с российскими партнерами уже идут. Завод специализировался на выпуске литейного, будем говорить, чугуна, ковкового чугуна и цветного литья. Это алюминий, медь, скажем так. Но сейчас ориентируемся мы пока по некоторым причинам, мы ориентируемся на литье ковкового чугуна. То есть здесь есть заказы и в самой республике, скажем так. Есть заказы и на Россию, ну как бы ведутся переговоры. По сути дела и Украина тоже. В ходе рабочей встречи глава Харцисской городадминистрации пообещал руководству Армлита помочь в решении проблем с энергобеспечением предприятия, а также с ремонтом поврежденной недавно кровли одного из цехов. Самое важное это то, что в цехах производственных текут крыши, значит, залито ТП у них, ползавода без напряжения. Мы планируем привлечь сюда специалистов Харцисского РЭСа для оказания помощи в восстановлении электроснабжения. Шифер мы также самопланируем на днях уже, скажем так, отписать со срочкой платежа для восстановления кровли. Выделили мы продуктовые наборы, так как понимаем, заработной платы нет, людям тяжело. На инициативе наличной сейчас они занимаются запуском завода. Ну это первый этап. И также ходатайствуем перед энергопоставляющими организациями для подачи воды, газа и электроэнергии.